Так, всем привет, это обзор этого велосипеда, это Conof Fire Mountain Deluxe, по-моему 2010 года, хотя я не помню, по-моему покупал я его зимой, где-то в феврале, значит 10-го года выпуска, потому что покупал я его кажется в 11-м, в общем да, 10-го года. Я с наушником, потому что на него пишется звук, и поэтому, чтобы нормальный звук был в видео, придется, пришлось вот так вот микрофон сделать. Ладно, в общем, приступим к велосипеду. Велосипед это мой, он у меня был 3 года, но я на нем откатал, никаких проблем, пока я на нем катался. И как только я на нем перестал кататься, то есть кубец мой, обзорчик, ссылка на обзорчик которого в описании, я заменил его на кубец. Как раз в этот же год, я его заменил в конце декабря, я его поставил и забросил его. Потом, весной, достаю его, во втором Летцераде об этом рассказывал, достаю его и везу сюда на дачу, и у него сдох масляный картридж вилки. Вилка теперь не работает. Придется либо на переборку сдавать, либо новую вилку покупать, либо вообще не париться, потому что я на нем ездить вряд ли буду. Еще из проблем тут, я сначала проблемы схожу, а потом уже по обвеске пойдем. Из проблем тут подсидел, но, к счастью, я его в предпоследнюю покатушку погнул. Если кто смотрел выбор БО-велосипеда, что ли, так назывался, на канале The Bike Show, кстати, ссылка в описании на это видео, то там в самом начале он ехал по склону. Я тоже там катался на этой коне, как раз там случилась вот эта беда. В общем, он погнулся. Я, ну, там есть такой небольшой дропик, где-то пролет в длине метра 2-3, в высоту, там где-то тоже метр 2-3, то есть там 45 градусов идет склон. И как-то так, да. И, в общем, я там подпрыгнул малька, приземляюсь, чувствую, о, что-то мягко приземлился как-то. Ну, сработал почти как на дух подвесе. В общем, ладно, еще одна проблема у этого велосипеда – это грипсы. Они тут с обоих сторон порванные. Еще проблема единственная – это каретка. То есть она тут хрустит. Сейчас звук вставлю. Вот, вставил. Она очень сильно хрустит, особенно когда я еду. И приступим к обвеске. Обвеска тут стоит… Начнем с рамы. Ну, рама, конечно же, это не обвеска, но все же начнем с рамы. Рама тут выполнена из алюминия 7000 пятой серии, что очень-очень круто для бюджетного велосипеда. Это бюджетный велосипед. Я его покупал за 18 тысяч, со скидочкой, соответственно. Далее с рамой разобрались. Вилка. Вилка тут не рабочая стоит. RockShox Dart 2. С ногами, по-моему, 28 миллиметров. Это… Теперь это ригит. Ну, раньше это был Hardtail, как вы заметили. Итак, далее переклюк. Переклюк тут стоит. Задний дор на 9 ска. В общем, 9 скоростей кассета, 3 скорости система. Тема, кстати, очень долго для меня оставалась загадкой. То есть я думал, что у меня 24 скорости. Потом умудрился все-таки посчитать количество звезд в кассете. Обнаружилось, что тут их 7. И в итоге у меня получается 27 скоростей. Для меня это был огромнейший сюрприз. Да. Далее. Еще один сюрприз в этом велосипеде для меня было то, что тут стоит передний переклюк Shimano Deore. Я просто офигел, когда это увидел. К сожалению, это было последний месяц моего на нем катания. Все это время я думал, что там какой-то Оливия стоит. Ну, монетки тоже, соответственно. И левая, и правая. Обе Deore. Да, дальше тормоза. Тормоза тут Howe S MX4. Надеюсь, я их правильно произнес. Дисковая механика. Оба ротора 160 мм. Дальше. Педальки. Педальки. Если кто из вас смотрел обзор моего велосипеда-кубца. Куба. То я там говорил, что педальки я сменил там несколько раз. И, кстати, это педальки стоят вторые. То есть вторые педальки, которые стояли на Кубе. Вот так вот. Дело в том, что когда я его перевозил на дачу, я не мог ехать на заводских педальках. Я переставил эти. Да, шатуны тут. Очень тут интересная система. Правый шатун оригинальный. Завод достает. А левый шатун я его поменял. Потому что, вот Григорий подтвердит. Как-то раз я на нем катался, катался. И у меня отвалился шатун. Поверьте. Отвалился вообще просто. Левый шатун отвалился. Приезжаем мы, короче, в экстрим. Спрашиваем, что да как. Там поменять, сколько стоит. Нет, мы не спрашивали поменять. Просто болтик нужен был. Сами прифигарим. Они говорят. Мастер говорит. А у вас тут того же шатун сломался. И придется новый покупать. Ну, что, покупать, покупать. Купил новый за 500 рублей. Вот, до сих пор стоит. Ну, покрышки тут. Кенда какая-то. Бюджетненькая кенда. Кендарик. Кстати, самое интересное тут то, что я думал, они бескамерные. Оказалось, они камерные. И я их ни разу не пробивал. Что очень удивительно. Вообще ни разу. То есть на Кьюбе я меньше, чем за год пробил два раза покрышку. Тут за три года ни разу. Задание покрышки, соответственно, абсолютно лысая. Абсолютно вообще. Просто в ноль лысая. Передняя, ну, так еще более-менее. И что ж. Наверное, все. Не буду углубляться в название втулок, кареток. Потому что я их не помню вообще никак. Так, седло тут коновское. Кстати, седло тут очень хорошее. И, опять же, как я говорил в обзоре купца, там на Кьюбе уже немного потертая Италия. Целая Италия. Потому что я на ней зимой катался. А это седло абсолютно нормальное. И если целая Италия сломается уже, потрется, короче, она плохая будет. Я просто это седло врублю на Кьюб. Потому что оно мне нравится. Оно очень хорошее. Ну, ладно. Я думаю, на этом я буду завершать этот обзорчик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Копля!